Всем привет! С вами Игорь. И сегодня, как я обещал в одном из прошлых, предыдущих видео, мы посчитаем, сколько же у меня пошло энергии в киловатт-часах на отопление моего дома 60 метров квадратных за вот этот отопительный сезон. Это 20-21. В принципе, отопление и ГВС даже. Тепловая энергия, в принципе, что ее разделять. Вот. Вообще, кто первый раз зашел на мой канал, кратенько, я внедряю в своей жизни альтернативные источники энергии. Стараюсь их продвигать в массы, чтобы эта вся альтернатива стала доступной, простой. Стараюсь у себя ее просто делать и показывать ее просто, чтобы люди не боялись ею заниматься. Начинали. Мой девиз, не бойтесь делать то, что не умеете. Вот. Ну, что это выгодно, это интересно, и чем дальше оно будет выгоднее и выгоднее. Итак, почему вообще столько цифр? Столько цифр, потому что у меня не один тепловой насос, а у меня в отоплении участвует тепловой насос, солнечная электростанция, СЭС, коллектор и даже дрова. Вот. Ну, дрова у меня как бы есть, я живу в селе, а кто живет в селе, то знает, что они как бы появляются сами по себе. Ну, там, сад обрезал, там что-то, какое-то дерево, там, что сосед отдал какие-то доски там такие строительные, старые, ну, что-то такое. Они всегда как бы появляются, вот. Их надо куда-то девать, а так их просто брать, сжигать, как мусор, как бы жалко. Вот. Тем более, я вообще люблю дрова, когда горят, вот так вот потрескивают. Но это не всегда, не каждый день мне это не надо. О, а раз в неделю, когда на выходных можно растопить печечку, вот. Это приятно, вот. И интересно, мне это нравится. Поэтому так это, не в напрягке совершенно, вот так, для души. Хотя можно было бы обойтись без печки совсем, но я как бы не советую, если у вас есть какое-то дровяное отопление, альтернативное, и вы делать, собираетесь тепловой насос, вы эту печку или твердотопливный котел никуда не девайте, не выбрасывайте, не разбирайте эту печку, пускай она себе стоит. В случае чего у вас всегда есть дровишки, есть печка, вы себе затопили, и все. Или помочь тепловому насосу, или еще там что-то может поломаться, ну, мало ли чего. Хотя, довольно надежная такая вещь, вот. Но, я не советую, пускай оно то, что было, пускай будет, не выбрасывайте его. Итак, начнем подсчитывать. Вот, по месяцам я это все разбил, ну, вот это сверху, это все мои источники альтернативы, тепловой насос, СЭС, коллектор и дрова. Ну, нет еще только ветряка, потому что у меня этот, эту зиму ветряк просимулировал, так сказать, простоял, еще и не доделал, уже это лето доделаем его, он будет работать у меня. Тогда еще тут и ветряк будет участвовать. А вот это месяца зимняя, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Вот, почему с ноября я начинаю? Потому что, ну, во-первых, до ноября у нас довольно тепло было, а во-вторых, я тепловой насос не включал до ноября, хотя там уже можно было в октябре его включать, ну, чтобы было так и прохладнее, и там заморозки были. Ну, у меня есть еще СЭС, и она уже давала нормальную энергию до, даже до ноября, этой энергии из солнечной электростанции у меня она идет, все на тепло хватало, как бы так, подтапливать, типа, дома, поддерживать температуру комфортную и не включать тепловой насос, основное мое, как бы, отопление. Поэтому я начал с ноября месяца как бы топить, ну, как бы, начал отопительный сезон. Хотя, я же говорю, солнечная электростанция у меня подогревала и раньше. Октябрь тоже. Итак, в ноябре, вот у меня, это все киловатт-часы. Сколько в ноябре? Потребил тепловой насос 105 киловатт-часов, выработал СЭС 52 киловатт-часа, ну, и все вот эти вот цифры. В декабре, это уже 186-29, январь 195-62, февраль 218, вот самый холодный месяц, кстати, у нас был, это февраль, это ужас какой, я такого давно холодного месяца, это морозы были там 20 и даже больше, 25 и до 30 вроде были, и довольно долго они держались, а такой был дубак, это ужас. Вот. В феврале, почему у меня мало так солнечная электростанция выработала, ну, видите, даже в январе больше, потому что она у меня про снегом-то пролежала, под снегом, он как упал в начале месяца, я ее вовремя не счистил, когда можно было его счистить, а потом оно коржом замерзло, и все, я уже ничего не мог сделать, а шкрепты панели, шкрябать их я как бы не схотел, чтобы не повредить. В конце месяца уже оно пошло потепление, в феврале, и я вылез, поспихивал эти коржи, вот, поспихивал. Да, вот так вот получилось. Потом в марте месяце уже, видите, 162 киловатт-часа, в марте у нас тоже был очень холодный, ну, практически зимний месяц, но зато СЭС уже выработала 307 киловатт-часов, это довольно значительно помогло тепловому насосу. В апреле 85 только киловатт-часов потребил мой тепловой насос, потому что уже и солнечная электростанция больше 300, ну, там, она и больше 300 выработала, но я там начал уже второе поле подключать, то отключал, то что с ней работает у меня, вот, поэтому я всю энергию как бы не потребил, вот, там много у меня, ну, оно и не надо было, потому что коллектор очень много добавляет, как раз в эти месяцы, март, апрель. Коллектору я написал, вот, киловатт-часы тепловой насос, да, у меня всего киловатт-часов 951 киловатт-час, это даже можете сами посмотреть у меня на канале, у меня помесячно, есть там, я каждый месяц зимний выкладывал видео, сколько у меня потребил тепловой насос, и сколько выдала солнечная электростанция, так что вы сами можете это все проверить, у меня на канале. Тепловой насос у меня потребил за отопительный сезон 951 киловатт-час, солнечная электростанция выработала 793 киловатт-час, это с ноября по апрель, ну, она и больше могла выбрать в апреле, но уже она мне столько просто и не надо. Коллектор солнечный, ну, коллектор солнечный, конечно, посчитать потяжелее, ну, что там, как там счетчик поставишь, счетчик там не поставишь, но я ему написал ту же самую сумму, киловатт-часах, потому что, по тепловой мощности, он примерно такой же мощности, там получается 6 метров квадратных коллектор, если считать по 4 киловатта, ой, по 400 ватт, по 400 ватт, там вроде есть таблица, зимой там падает на квадратный метр, то получается примерно 6 на 4, там 2,5 киловатта, и солнечная электростанция, она тоже примерно 4 киловаттная, так вот в среднем выдает 2,5 киловатта в солнечные дни, там заявленных 4, очень редко, когда можно увидеть, а так 2,5 до 3, это такой средний режим солнечный день, вот, но еще какая разница, почему я так вот написал, какая разница в выработке, солнечная электростанция, она работает постоянно, каждый день, каждый день она выдает, хоть даже понемножку, даже если пасмурно, там сильная облачность, слабая облачность, она понемножку выдает, коллектор же включается в вентилятор, только в солнечные дни, вот, то есть, ну, даже может быть чуть-чуть немного дымка такая, небольшая, но солнце должно быть видно, оно должно хоть чуть-чуть греть, чтобы нагрелся и включился вентилятор, вот, но, когда работает коллектор, я заметил, он все-таки вырабатывает больше энергии, чем моя вот эта 4-х киловаттная солнечная электростанция, ну, это я просто ощущаю, да, я понимаю, вижу, ощущаю, сколько солнечная вырабатывает, там у меня обогреватели, это все стоит, там, тены, вот, и вижу, сколько надувает коллектор, вентилятор, я могу как бы сравнивать, вот, поэтому хоть солнечная электростанция работает больше, как бы каждый день коллектор нет, но зато, когда коллектор работает, он выдает, на мое ощущение, больше тепловой энергии, чем эта солнечная электростанция, поэтому я их уравнял, вот, это количество киловатт в часах, будем все считать киловатт в часах, ну, и плюс дрова, дрова я где-то спалил, я так посчитал, примерно 200 килограмм, вот, я так протапливал раз в выходные, ну, примерно там по 10 килограмм, ну, у меня вышло так даже меньше, чем 200, ну, пускай будет 200 килограмм, дрова, если перевести в киловатт в часы, твердая порода, вот, получается, я, кстати, смотрел по этому, как там, википедия, да, она показала 4,2, киловатт в часа может выделить килограмм ясеневых дров, твердой породы, вот, и, то есть, если спалить килограмм дров, да, мы получим 4,2 киловатт в часа, ну, правда, я немножко не точно написал, тут надо было еще кпд печки отнять, потому что эти 4,2 киловатт в часа, я так понимаю, мы получим, если мы просто разведем костер в доме, и начнем спаливать эти дрова, но так же не бывает, вот, поэтому, ну, я уже не стал исправлять, 200 на 4,2, мы у нас, получается, 840 киловатт часов, дали еще дрова, вот, ну, вот, это вот весь мой баланс, за зиму, все, что мне давало тепло, а, еще забыл сказать по, СЭС, она в основном зимой, вот эти месяца, ноябрь, декабрь, январь, февраль, и даже, ну, март уже там лишняя была, эти вот цифры, они в основном и шли на бойлер, и даже не хватало немного, вот, в основном они шли на, вот здесь уже, когда в марте месяца, то тут уже, да, тут уже для бойлера слишком много, вот, то уже значительная часть и шла в отопление, а там чуть-чуть на бойлер, меньше, меньше, намного меньше, а вот эти все цифры, это у меня были в основном на бойлер, так что СЭС практически, она там, вот, то есть у меня вот это все, энергопотребление и, ГВС и отопление, вот это все у меня, так вот получилось, так, чтобы не затянуть время, дальше идем, теперь мы посчитаем, сколько же это мне стоило по деньгам, ну, солнечная электростанция, она практически ничего не стоила, эта энергия, коллектор тоже, ну, там работа вентилятора, это я не считаю, этих 16 ватт, это даже за, чтобы их считать, там, вот, ну, дрова у меня как бы есть, я их не покупал, вот, ну, единственное, что вот это вот, резка, колка, это геморрой довольно-таки, сильный, поэтому я максимально, как бы, постарался уйти от дров, вот, в сторону теплового насоса, как бы, раньше я вообще топил чисто дровами, но это очень геморройно, и никому не советую, это, тем более, оно, не идет ни к молодости, и так, если, вот, это все прибавить, месяца по тепловому насосу, у меня получилось 951 киловатт час, съел мой тепловой насос, за топительный период, но, этот 951 киловатт час, нельзя умножить на наш тариф, потому, что у меня, двухтарифный счетчик, вот, это тоже, кстати, немаловажно, если у вас еще его нет, постарайтесь, обязательно его поставить, это очень и очень выгодно, особенно, вот, когда у вас отопление электрокотел, или тепловой насос, или еще, там, даже если без этого, холодильник, то и ночью работает, по-любому, а если у вас два холодильника, вот, или еще какое-то ночное освещение, там, или бойлер ночью, это вообще будет выгодно, он у вас окупится, буквально, за два сезона, два года, и так, 951 киловатт час, мы делим, поэтому на два, почему на два, ночной тариф, он вообще получается, если взять 24 часа в сутки, это только треть суток, треть, третья часть суток, но, у меня получается так, чтобы его включать, где-то половину времени, половину ночью, половину днем, я так стараюсь, чтобы больше его ночью включать, поэтому я эту цифру делю на два, вот, у меня получилось 475 с половиной киловатт по рубль, у нас сейчас рубль 70, это 808 гривен, и 475 тоже такая цифра, по ночному тарифу, это по 90 копеек, у нас ночной тариф, это 428 гривен, видите, в два раза меньше, хотя тоже самое количество киловатт, и всего, вот это вот сложить, вот это, это уже гривны, это гривны, вот это вот, и это, у нас получилось 1236 гривен, мне стоило отопление, тепловым насосом, это стоило, но, вы там скажете, например, можете сказать, да, это же у тебя и СЭС добавляло, и коллектор, и дрова, поэтому я и перевел, все это в киловаттах, чтобы добавить вот эти, вот еще вот эти киловатты, ну, например, у кого не будет вот этих вот других источников энергии, да, будет только тепловой насос, а я знаю, что сейчас многие делают тепловые насосы, самодельные, вот, я поощряю всячески людей к этому, потому что это и правда выгодно, и очень-очень интересно, вот, то такому человеку было бы интересно, да, если у меня нет солнечной электростанции, у меня нет коллектора, у меня нет дров, сколько мне обошлось бы тепловым насосом отопления, ну, вот, например, как у меня 60 метров квадратных домов, для этого я же перевел это все в киловатт-часы, и у меня получилось, вот этот, вот этот, и вот этот источник тепла, это еще плюс 2426 киловатт, а, даже не так мы начнем, тепловой насос потребил 951 киловатт-час, но выдал 4775 киловатт-часов, вот, вот здесь вот снизу, видите, цифра, вот это вот, потому что коэффициент эффективности у моего теплонасоса 5, то есть, ну, тысячу, грубо говоря, он потребил, чтобы перекачать еще почти 4000 из земли киловатт тепла, и у всего вот эта энергия добавляется, электрическая энергия добавляется к перекачанной энергии, энергии земли, вот, и у меня всего получилось 4775 киловатт-часов, ушло, это тепловой насос сделал мне для отопления моего дома, вот это уже окончательная как бы цифра, это только потребление теплового насоса, вот, теперь мы еще добавляем, ну, кому это интересно, у кого будет только тепловой насос, вы можете потом прицениться к своим квадратуре, прибавляем вот эту сумму киловатт-часы солнечной электростанции, прибавляем коллектор, прибавляем дрова, это сколько потребил мой дом вообще, и у меня получилось 2426 киловатт-часов, это еще вот эти три источника, кроме теплового насоса, тепловой насос у меня потребил, итогу, так посчитаем сейчас, выработал со своим потреблением теплоэлектрической энергии, она все равно никуда эта электрическая энергия не девается, она вся идет в тепловую энергию, она вся остается у меня дома, в веранде, подогрев там, ну, это когда на охлаждение работает тепловой насос или кондиционер, то мы теряем эту электрическую энергию, а в случае отопления отопительного, ну, в случае работы как тепловой насос, вся энергия идет в пользу, все идет в дом, никаких потерь, и так, 4775 киловатт-часов, это тепловой насос произвел, энергию тепловую, плюс 2426 киловатт-часов, вот эти все три источника, энергии, ну, это вообще бесплатные получается, и у меня всего вышло 7201 киловатт-часов, нужно, чтобы нагреть мой дом, это ГВС, горячее водоснабжение, отопление моего дома, с ноября по апрель, ну, оно уже сейчас, после апреля, наверное, не нужно, это отопление, вот, вот такая у меня получилась цифра, в деньгах я же заплатил, еще раз, заплатил только за работу теплового насоса, это 1236 гривен, вот, по ночному тарифу, 428 гривен, и по дневному 808, ну, вот это, вот это по деньгам, вот, что у меня получилось, киловатт-часы, это такое дело, а вот по деньгам, самая интересная цифра, что мне обошлось отопление моего дома, 1236 гривен, я думаю, это недорого, и такие деньги можно довольно просто заработать, за неделю, так даже особо не напрягаючись, работы, это совсем не накладно, ну, вот такая вот у меня вышла подсчет, ладненько, чтобы особо не сильно не затягивать видео, пишите, что вы об этом все думаете, вот, может, что-то не сказал, спрашивайте, всем до следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok